здравствуйте дорогие друзья доброе утро я приехал сюда пораньше сегодня 6 утра еще темно на улице чтобы показать вам как снимается вот такие золотые колечки это золото с настоящим камушком там и я получил от заказчика списочек каким образом даже нарисовал каким образом должно это все выглядеть ну вот так и будем снимать вот видите нарисовал вот так то есть он говорит что на белом а вальс центри рт то есть по центру немножко заднее должно быть видно но не более того и или шпигель кодо шатан то есть или зеркальное отражение или тени но мы договорились насчет тени так проблемка этого кольца в том что у него камушек довольно-таки темный если мы я вас поднесу сюда да то мы так видим немножко дальше то блинкой там на самом деле если на него смотреть он довольно-таки темные в этом проблема поэтому давайте мы сейчас попробуем снять с пол пинка как вчера да то есть мы положим его сейчас на этот самый белый потому что снимать надо тут написано на белом да и начинаем снимать на белом так вот так он примерно хотел бы так вот что получили камень темный заметьте что отражение от белого мы снимаем на белом и кладем на белый значит отражение будут белесые да мало того и сзади у нас будет очень невнятный круг да он не требует чтобы там был стекинг чтобы все было резко но каким-то образом алис обрисовать это нужно потому что да конечно это вполне можно сделать фотошопе там с этим с путем сделайте все но мы же должны работать быстро и качественно правда поэтому мы понимаем что так не пойдет ну это уже понимаем какую поверхность использовать обычно когда я снимаю серебро вы знаете я беру вот эту вот свою хромированную крышечку от ведра многие уже ее хорошо знаю но в этот раз я возьму вот такую вещь сейчас я покажу поближе это бракованная крышка от моего клиента она позолоченная но можно взять и такую которая бы выглядела почти так же не обязательно золотую зачем затем что мы сейчас на нее положим и увидим сразу разницу в чем разница да мы с вами снимаем живую поэтому я подозреваю что результат должен быть хороший но тут такое делали надо еще чуть-чуть некогда экспериментировать сейчас я иду как бы на авось или на нюх так что это дало мне главное было снизу отражение чтобы не стали белесами и вы действительно видите они не белеса они действительно золотые слава богу так теперь что делать с камнем что делать с камнем одной стороны камень не светился а с другой стороны нет поэтому здесь выход 1 убираем этот вот у меня стоит еще один мы поставим вот здесь с этой стороны и еще раз сейчас мы будет выполнять двойную задачу он должен все-таки немножко осветить камень с этой стороны вот видите он дает уже жаркое блестящее такое золотое колечко мы получили быстренько пошли фотошоп сейчас там вырежем чуть подправим и убедимся что у нас все красиво и так вот наше колечко мы видим что колечко к сожалению очень побито скорее всего ношено но наше дело такое нам принесли мы работа должны и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А так, я говорю о том, что когда вы берете в руки предмет, анализируйте его, то есть думайте о том, как это будет выглядеть, какие можно использовать приспособления и так далее. И тогда фотография будет успешной, вам не придется так долго мучиться в фотошопе. Итак, я пошел дальше работать, вы видите, уже расцвело, меня стало видно. И вам я желаю дальнейших успехов, потому что вы пишете, что мои работы вам помогают, мне это очень радостно. Я очень доволен, значит цель достигнута. И мы с вами встретимся уже в следующей какой-нибудь практике. До этого я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока.